Эвакуированные жители Мариуполя продолжают пребывать в Таганрог и другие российские города. Людей централизованно доставляют туда на автобусах военные. На месте сотрудники российских ведомств и добровольцы раздают воду и еду. У многих прибывших в городе, где продолжаются боевые действия, остались родственники и близкие, которые не смогли уехать по состоянию здоровья или другим причинам. Проблема в том, что собирают людей, тех, кто сам пришел до пункта сбора. Так как у меня ребенок после бомбардировки рухнула плита на него и на отца. Отца даже не доставали из обломков, а ребенок пять часов кричал. Его достали уже соседи, обкололи и привезли, говорят, во вторую горбольницу. А папа после операции в онкологии. Я не уверена вообще, где он вообще ходит. Он не ходячий изначально был. Женщина рассказала, что ни с отцом, ни с ребенком связи сейчас нет. Похожая ситуация и у сотен других эвакуированных. Люди стараются найти знакомых среди тех, кому удалось покинуть опасные районы и поддерживать земляков. По информации ТАСС, количество граждан, прибывших на территории России с Украины и из Донбасса, за сутки увеличилось на 12 700 человек и составило на утро понедельника почти 348 тысяч.